добрый день с вами дневная лока натур сад июнь месяц уже в разгаре и вот уже пришла жара уже дневные температуры по 30 градусов достаточно ощутимо жарко становится вот так у нас тут все зазеленело яблочки тут абрикосик у нас на везде и мы сегодня прогуляемся побил вегетарию посмотрим что у нас там растет как происходит дела как все зазеленело все благоухает зелени вот на входе у нас будем срезать уже эти воздушные отводки вот здесь сколько корней уже много вот такие вот корни на воздушных отводках здесь много сортов даже некоторые живут с плодами воздушной отводки вот такие плодики на воздушных отводках здесь я вот срезал несколько папайи тоже воздушные отводки это просто заказали два растения буду отправлять их одно оставим посадим горшочек так делаем карликовые сорта папайи карликовые виды здесь лимоны уже можно посмотреть как подрастают плоды плодов очень много в этом году урожай прям такой урожай урожаев грозди грозди лимонов ну дальше уже будем снимать видео про лимоны когда не пожелтеет когда станет очень хорошо видно сейчас прогуляемся вот здесь я хотел вам показать банан начал созревать вот так вот так вот зреют первые бананчики и он начинает как гирлянда потихонечку с верхней части каждая кисть дальше последовательно я на самом деле ее уже отрезал верхнюю кисть сейчас я ее сниму мы посмотрим размеры вот эта кисть где-то около пяти шести килограмм весит сейчас я положу здесь вот так вот и целые кисти срезаю и они постепенно дозревают но вот нюанс с бананами сразу да им не нужно давать дозревать вот до такой спелости на растение потому что они начинают лопаться при так ну когда начинают желтеть поэтому я срезаю их примерно вот в таком виде в зелененьком может там один бананчик только начинает желтеть я сразу кисть срезаю вот мы подождем сейчас еще немножко там пару-тройку дней вот на этой кисти тоже начнет первый бананчик желтеть и я дальше срежу следующую кисть и так мы постепенно растягиваем удовольствие можно сделать чтобы это все созрело одновременно это когда вот первые бананчики начинаю желтеть одевается прямо пакет на всю гроздь и буквально за несколько дней у вас вся гроздь созревает прям мгновенно происходит также можно и с кистью сделать можно ее если просто положить где-нибудь дома она будет лежать и бананы будут по очереди созревать не сразу все а если положить гроздь в пакет выделяется газ и бананов происходит как цепная реакция они одновременно все сразу созревает вся гроздь вот можно растянуть удовольствие ну и вот это вот растение которое вот мы начинаем собирать урожай по мере того как мы срезаем полностью эту гроздь мы соответственно и все растение срезаем под пенек не надо там земле ковыряться просто отрезали основание все бросили здесь эту органика будет служить для роста других растений такой скажем биогумус этот банан превратится в биогумус а вот тут же уже сразу детка уже крупная это детка начнет плодоносить где-то к осени вот еще следующее поколение следующая детка и вот так вот можно сделать ступенчато как один за другим бананом один созревает другой начинает зацветать и так далее следующий следующий и такой можно сделать скажем беспрерывный такой растянутый урожай конечно перерывы будут между тем как грозди созревают но все равно это будет так более короткий срок уже вот здесь у нас вот такой вот лес из бананов прям вот все благоухает сейчас мы дождик уже включаем можем так вот прогуляемся посмотрим тут еще вот капельки капельки на листьях листья вот мокренькие еще все это со вчерашнего вечера дождик был и растение еще все мокрые здесь у нас папайя смотрим как она активно начинает вот эту гирлянду завязывать плодов вот уже какие-то плодики начинают подрастать много-много молодых молодых плодов это у нас красный банан вот он деточку выгнал уже вот такую вот там еще одна деточка идет ну и что-то мы уже отсадили несколько это банан будет с красными плодами и вот он уже как розетка еще пару листьев раскроет я уже этот ствол основной буду срезать просто это высокорослые бананы чтобы он вписался в теплицу я весь основной ствол отрежу на высоту где-то метр шестьдесят и из центра ствола пойдет новая розетка с листьями новая розетка с листьями это будет уже как бы продолжение это банана но он будет уже более короткий не такой высокий вот здесь у нас голубая ява потом отдельно будем про нее еще видео снимать и вот такая такой бананчик уже такая гроздь тоже хорошенькая гроздь он не супер мега урожайный но очень-очень вкусный это голубая ява потом посмотрим уже лестницу поставим заберемся туда наверх вот здесь у нас даже бананы вот так вот в катках растут в пакетах уже высотой где-то ну два с половиной метра на вот такие вот саженцы есть здесь папайя это тайская длинная длинноплодная вот у нее такая интересная форма плодов такая длинная и тонкая очень вкусные тоже плоды хороший сорт это дерево уже взрослая у нас одна веточка осталось это мы укореним и наверное где-то посадим себе эту воздушную отводку это у нас бананчик флорида растет активно у него даже вот такой вот полосатенький если видно не знаю слегка такой полосатенький ствол в регатные листья тоже прогуляемся дальше здесь вот такой вот заросли джунгли тропинка нужно проходить наклоняясь потому что тут бананы какие-то вот-вот уже должны зацвести тут так что вот вот такая еще шикарная гроздь весит вот созреет будет килограмм под 50 вот эта гроздь я просто вижу какая-то очень урожайная здесь вот еще тоже две голубые я вырастут одно из них уже тут не все сразу видно одно из них уже надо срезать одно оставим еще подрасти срезаем для того чтобы банан вписался в габариты вот так вот деток дает банальчик вот так вот прикорневые отводочки выходит вот если посмотреть вот деточка деточка вот такой вот могучий ствол можно представить себе да вот такой банан за год и два месяца вырастает вот до таких размеров до плодоношения голубая ява это два с половиной года но два с половиной года это первое поколение бананов второе поколение голубой я вы уже с материнского корня будет через где-то в года полтора вот подгорают листья сверху поэтому мы срежем и у них новое листва пойдет просто если сейчас не срезать все новые листья которые выходят они все будут сгорать под крышей у я вы на самом деле такие достаточно нежные листья подгорают на солнце у других бананов такого нет поэтому я вам нужно покороче срезать и новую розетку выпустить это папа это же красная дама у папа еще столько только начало активного плодоношения здесь где-то мы срезали плоды попадали это у нас банан нона вот здесь место ему будет посвободнее повыше посмотрим как будет расти вот здесь папайка у нас из воздушной отводки здесь плодики висят вот где-то созревает уже вот-вот вот тут еще там еще 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 плодики и вот новая волна пошла вот новая волна плодов большая гроздь вот папайка которая в горшке она конечно пропустила уже корни туда ну вот факт того что вот так плодоносит отлично тоже начинается но новая волна урожая тепло солнце жара растение это любит тропический если влажные жарко для них это просто самые лучшие условия здесь у нас влажность можно сказать получается из-за того что мы заглубились в землю и здесь такой абсолютно другой микроклимат а вот если взять вторую нашу теплицу где у нас нету заглубления там сухой сухой воздух а здесь он всегда даже днем заходишь он чувствуется здесь более повышенная влажность так здесь у нас еще два бананчика растет вот такие вот плоды здесь будут более толстенькие тайские таких бананов мы еще не пробовали у себя ну сейчас второй сниму уже он чуть раньше цвел здесь уже прямо видно форма плодов вот такие пузатенькие бананчики созреют будем пробовать это очень приятно и интересно когда что-то новенькое появляется особенно когда плодоносит вот есть такой варегатный банан нам воданка вот такой могучий вырос я не знаю по ходу придется еще один раз его срезать и его один раз срезал но срезал высоко и вот допустил такую ошибку много много новых сортов бананов и мы конечно ждем это вот тоже гигантская флорида вот она до крыши во что происходит когда листья упираются в крышу начинают подгорать даже не знаем как он впишется не впишется в эти габариты изучаем этот вопрос вот это перуанская папайя прекрасно начинает вот веточки вот так вот активно плодоносить прогуляемся вот уже здесь у нас кардамон уже вот такие у него крупные коробочки их достаточно не могу сказать что как-то слишком слишком много видимо может с опылением что-то связано но достаточно чтобы вот на специи себе собрать но не факт то что не то чтобы нам нужно много этой специи то что вот само растение очень приятно декоративно красивые вот папайя из воздушной отводки и декоративно красивое само растение цветет очень красиво вот кстати и саженцы кардамона очень хорошо начинают активно расти здесь бугенвилья у нас тут зацветает надо будет и это уже стричь вот такой вот красочный банан но но а это банан акумината а это банан айскрим вот такая у него варегатность очень красивый банан надо вместо еще найти вот столько видов бананов и можно их еще посадить в грунт это тоже варегатный банан это мали голд это писан кабак тоже варегатный банан и это вот скажем часть из них съедобная вот кроме акуминаты акуминаты и но на это скорее всего бананы будут несъедобные но акуминаты я точно знаю несъедобный вот но на еще пока не могу сказать у нас вот крупное растение есть посмотрим драгон вот кстати драгон пока вижу первую почку пока он еще не активно вот мы его сейчас уже простимулировали но вот выскочила пока первая почка я думаю скоро появится это вот уже первый плод который начинает завязывать он так что думаю скоро скоро мы увидим урожай драгонфрута надо тут кое-что с ним сделать немножко и тогда увидим много будет много бутонов должно проснуться сейчас пока еще не вижу где то вы должны почки набухать а вот кстати видно первое вот еще здесь почечка уже набухает и это уже точно будет скорее всего плод то есть он сейчас только активирую только активировали моего только пробуждение наступает к плодоношению ну я в предыдущих видео снимал ролик как мы подкармливали буквально недавно но уже какой-то результат даже появляется 1 здесь у нас саженцы папайки вот здесь гавайская папайя вот такие плодики сейчас я даже тут один созрел уже сниму такие вот красивенькие кругленькие плоды и тут же вот еще вот такая вот гроздь бананов тоже уже вот но банан банану розни вот здесь я первый раз вот вижу себя чтобы у нас выросли такие крупные бананы такого размера не было еще бананов но уже нужно попробовать снять первую первую кисть и посмотреть так что вот если так со стороны посмотреть весной как все было лысая и какое стало сейчас все зеленое все просто активно активно зарастает зелень прет жара и влага и растение просто благоухает ну и вот еще завершим лимончиком еще как мы начинали с лимона прямо в этом году очень радует очень очень много плодов такое количество снимем эти гирлянды уже наверное где-то август сентябрь когда они будут желтеть всем доброго дня подписывайтесь задавайте вопросы мы всегда будем очень рады снимать полезные видео и исходя из ваших вопросов будем снимать видео как и видео давать уже какие-то определенные ответы спасибо доброго дня